В ночь с 30 на 31 января 1945 года советская подводная лодка С-13 под командованием капитана 3-го ранга Александра Маринеско на выходе из бухты Данцига встретила, атаковала и опустила на дно гигантский германский лайнер 25,5 тысяч тонн водоизмещением Вильгельм Гуслов. Атака была проведена блестяще, и подводники любого государства гордились бы такой победой на море. А затем сначала подвиг экипажа С-13 замалчивали, а затем началась мифология. Атаку Гуслова объявили атакой века, чему она никак не соответствовала. Затем внесли Маринеско в список мифических личных врагов Гитлера и объявили в Германии трехдневный траур, чего на самом деле не было. Советские историки изначительно преувеличили число высококвалифицированных подводников, которые ушли на дно вместе с Вильгельмом Гусловым. На самом деле на лайнере большинство пассажиров составляли беженцы, которые торопились уйти на запад Германии от наступавшей Красной Армии. Женщины, старики и дети. Но не вина Маринеско, не ему было подсчитывать число тех или иных пассажиров, когда он с громадным риском проводил свою блестящую атаку. И вину за гибель мирных жителей надо возложить на нацистские власти, которые на одном военизированном лайнере перевозили и военных, и гражданских пассажиров. Жизнь Александра Маринеско сложилась трагически. Он рано умер. Многие его флотские начальники распространяли о нем клевету. В 1970-м и 1975-м годах Ленинградское телевидение, уже после смерти Александра Маринеско, собирало для съемок экипаж подводной лодки С-13. И все члены этого экипажа с громадным уважением и большой любовью вспоминали своего командира Александра Ивановича Маринеско. И в этом для меня заключается истина. А что касается подводника номер один, кого мы можем сегодня назвать в этом качестве, то для того, чтобы определить подводника номер один, необходимо провести громадные архивные работы. И прежде всего в немецких архивах. Чтобы определить количество торпедированных судов, их тоннаж, сколько судов погибло на выставленных минах. Эта работа не проделана до сих пор, и поэтому подводником номер один мы можем считать и Александра Маринеско, и Алексея Матиясевича, и Петра Грищенко. Все они заслуживают этого. Начало военного 1945 года напоминало рывок спринтера на короткую дистанцию. 1 января вместе с рассветом Люфтваффе провели операцию под кодовым наименованием опорная плита. В воздух поднялись все исправные немецкие истребители и бомбардировщики. С малых высот они штурмовали аэродромы противника во Франции, Бельгии и Голландии. Немцы полагали, что уничтожили более 400 самолетов-союзников, но из-за сильного зенитного огня и сами потеряли около 300 самолетов. Англо-американская авиация быстро восполнила свои потери, а Люфтваффе сделать этого уже не смогут. В тот же первоновогодний день Вермахт начал наступление в Ильзасе. В ходе операции «Нордвинд» – «Северный ветер» немецкое командование планировало отрезать главные силы 7-й американской армии, окружить ее и полностью уничтожить. Немцы легко прервали оборону противника, и Эйзенхауэр приказал 7-й армии отступить. Вермахт мог вновь захватить Страсбург, но Деголь выступил против сдачи города и приказал защищать его исключительно французскими войсками. Генерал Эйзенхауэр в эти тяжелые для него дни напряженных боев в Орденах не мог усилить свою армию в Ильзасе, и немцы вновь взяли его. Эйзенхауэр просил Вашингтон немедленно отправить в Западную Европу 7-8 новых дивизий. Предложил французскому правительству сформировать и вооружить еще 8 дивизий. Требовал присылки с других театров военных действий 100 тысяч морских пехотинцев, а из своих резервов приказал направить на фронт еще около 100 тысяч негров из целовых служб для использования их в боях. В целом, в начале января 1945 года инициатива на Западном фронте принадлежала Германии. И если эту инициативу сегодня называют авантюрой, то только из-за наличия Восточного Советско-Германского фронта. 7 января генерал Эйзенхауэр в секретном письме писал Вашингтон генералу Джорджу Маршалу. «Создается впечатление, что развернувшиеся боевые действия подкреплены своеобразным немецким фанатизмом или немецкой яростью. И я не сомневаюсь, что немцы предпринимают крайние и всесторонние усилия с целью добиться победы на Западе в максимально короткие сроки. Положение значительно облегчилось бы, если бы русские предприняли крупное наступление». Вахта на Рейне, как называлась наступательная операция вермахта в Орденнах, вызвала усиленный обмен посланиями между Черчиллем и Сталином. Уже в конце декабря 1944 года британский премьер писал верховному главнокомандующему о трудном положении, в которое попали англоамериканские войска, и просил срочно сообщить о наступательных планах Красной Армии на Восточном фронте. 6 января Черчилль прислал Сталину откровенно паническое послание, в котором писал «На Западе идут очень тяжелые бои, в любое время от Верховного командования могут потребоваться большие решения. Вы сами знаете, по вашему собственному опыту, насколько тревожным является положение, когда приходится защищать очень широкий фронт после временной потери инициативы. Генералу Эйзенхауру очень желательно и необходимо знать в общих чертах, что вы предполагаете делать». И далее в этом же послании. «Я буду благодарен, если вы сможете сообщить мне, можем ли мы рассчитывать на крупное русское наступление. Я считаю дело срочно». В ответном послании 7 января Сталин сообщил, что Ставка решила усиленным темпом закончить подготовку и, не считаясь с погодой, открыть широкое наступательное действие против немцев по всему Центральному фронту не позже второй половины января. Как видите, союзники, два с половиной года ожидавшие хорошей погоды в Ла-Манше, всегда могли рассчитывать на крупное русское наступление. Новый год начинался бомбежками трех столиц. Лондон интенсивно обстреливался ракетами Фау-2. Британская авиация преподносила новогодние подарки Берлину, а американская не оставляла в покое Токио. В окруженном Будапеште продолжала обороняться крупная группировка венгеро-немецких войск, а город постепенно превращался в руины. Американская пехота и флот атаковали японцев на Филиппинах, и только на северном и центральном участках Восточного фронта царила недолгое зимнее затишье. Генерал-полковник Гейнс Гудериан, возглавлявший германский генеральный штаб, в середине января 1945 года с раздражением говорил о Гитлере. Для него де-блокада Будапешта важнее, чем оборона Германии. В частности, по требованию Гитлера, элитный 4-й танковый корпус СС, которым командовал СС-обергруппенфюрер Герберт Гиле, отличившийся зимой 1944 года в знаменитом Корсун-Шевченковском котле, был переброшен из резерва под Варшавой под Будапешт, хотя Гудериан рассчитывал использовать корпус Гиле для того, чтобы парировать советское наступление в Восточной Германии. 120-километровый отрезок фронта на внешнем обводе окружения Будапештской группировки занимала 4-я гвардейская армия генерала Захарова, которая, кроме собственных сил и средств, имела еще и дополнительно в своей полосе ответственности два корпуса резерва фронтового подчинения. Тем не менее, штаб генерала Захарова, к сожалению, упустил подготовку немецкого контрудара и в ночь на 2 января 1945 года 8 свежих немецких дивизий прорвали советский фронт в глубину на 25-30 километров. К 12 января 1945 года танкисты из корпуса Гиле были всего в 21-м километре от Будапешта. Однако упорные и кровопролитные бои, которые разыгрались на других участках в районе Будапешта, в частности, в Междуречке, Междуреками, Грон и Нитра, заставили немцев приостановить наступление. 12 января 1-й Украинский фронт маршала Конева после мощной артиллерийской подготовки начал в Висло-Одерскую наступательную операцию. 13 января в наступление перешли 2-й Белорусский фронт маршала Рокоссовского, 3-й Белорусский фронт генерала Черняховского и 1-й Прибалтийский фронт генерала Баграмяна, проводивший восточно-прусскую наступательную операцию. 14 января в зимнее наступление по плану Висло-Одерской операции перешел и самый мощный Советский фронт, 1-й Белорусский маршала Жукова. Если учесть, что в эти же дни наступательные операции в Западных Карпатах проводили 2-й и 4-й Украинские фронты маршала Малиновского и генерала Петрова, то масштаб наступления Красной армии в середине января просто поражает. Никогда еще столь большие массы войск и техники не приводились одновременно в движение. Германский фронт на востоке был взломан, раздавлен на большом протяжении. И в эти дни вермахт навсегда распрощался с надеждами проведения стратегических наступательных операций. И об успехах в Орденнах и в Эльзасе немцам довольно скоро придется забыть. Американцы мужественной упорной обороны удержали в своих руках город Бастонь. Союзники нашли резервные возможности главным образом в 21-й группе войск, которой командовал предусмотрительный фельдмаршал Монгомери. В первую неделю января вермахт простился с надеждой выйти в район Антверпена, и значит временные немецкие успехи на Западе вели только к перенапряжению сил и ненужным потерям германских войск, самые боеспособные из которых теперь необходимо было перебросить на восток и в Венгрию. 12 января научно-техническая группа генерала Вальтера Дорнбергера получила приказ министра вооружения Третьего рейха Альберта Шпейера о создании ракетного противовоздушного оружия с тем, чтобы положить конец воздушному террору. Подходящие для этой цели ракеты на полигоне в Пенемюнде уже были испытаны, но главной проблемой оказалась управление и наводка ракет на подвижные объекты в воздухе. Этого гитлеровские ракетчики преодолеть не смогли. История не предоставила им на это времени. В своей истории Второй мировой войны мы протаптуем только тонкую тропинку, по которой при желании можно идти дальше, отыскивая новые факты и документы. Уже по ходу нашей работы мы получаем новые сведения и неизвестные нам факты и документы. Например, когда мы рассказывали о лете 42-го года на Калининском фронте и о разгроме нашей 39-й армии и 11-го кавалерийского корпуса, мы могли только упомянуть об этом. Но наш внимательный зритель, ветеран войны Михаил Боргинский, прислал нам свои воспоминания об этой трагедии. Михаил Абрамович был начальником личной радиостанции командующего 39-й армии генерала-лейтенанта-чекиста Ивана Ивановича Масленникова, с которым вместе выходил из окружения, в котором генерал фактически бросил свою армию, зато приложил максимум усилий, чтобы самому выйти из окружения. И в дальнейшем загадочный генерал из НКВД будет командовать крупными войсковыми соединениями. Например, он командовал Северо-Какасским фронтом, но тоже не снискал там никаких лавров. А в самом конце войны Сталин назначит Ивана Масленникова первым заместителем главнокомандующего войск на Дальнем Востоке маршала Василевского. Причем Александр Михайлович Василевский в своем объемистом томе мемуаров даже не упомянет ни разу фамилии своего первого заместителя. Вот так-то. А жизнь Ивана Ивановича Масленникова, генерала армии, закончится трагически. После чистки бериевских конюшен он застрелится в 1954 году. В битве за Филиппины американский флот продолжал нести большие потери от самоубийственных атак японских летчиков. В январе Камикадзе потопили авианосец Омени Бэй, три транспорта и два эсминца, тяжело повредили два крейсера и три авианосца. За 10 дней с 3 по 13 января Камикадзе нанесли удары по 43 кораблям союзников. Но и японская авиация с каждым днем слабела. В боях на Филиппинских островах воздушных машин не хватало даже для Камикадзе. Желающих пожертвовать собой в Японии было больше, чем самолетов. Январь стал месяцем сражений за остров Лусон и столицу Филиппин Манилу. К рассвету 9 января оперативный отряд 7 флота и 3 десантное соединение подошло к берегу Лусона. Но в этот момент пилот-смертник обрушился на крейсер Колумбия. Чуть позже тяжелые повреждения получили от пикирующих ударов Камикадзе линейный корабль Миссисипи и крейсер Австралия. Но первый эшелон американского десанта уже захватил на берегу Плацдарм, который к вечеру 9 января был значительно расширен. Обороной на Лусоне командовал знаменитый Тигр Малай, генерал Ямашита, у которого не хватало сил для отражения американского наступления на Манилу с четырех сторон. В конце января флот США высадил на Лусон еще около 40 тысяч солдат и начались упорные бои на подступах к Маниле. На всем широком советско-германском фронте Вермахт терпел в январе одно поражение за другим. Начальник немецкого генштаба Гудериан пытался убедить Гитлера закрыть бреши прежде всего на берлинском направлении. А во время контрудара в Орденах ежедневно раздражал Гитлера тем, что, ссылаясь на разведданные начальника отдела армии Востока полковника Гелена о сосредоточении советских армий 1-го Белорусского фронта маршала Жукова требовал усилить слабую немецкую оборону. И вот результат. Германский фронт взломан на большой протяженности. Красная армия освобождает Варшаву и Краков, Лоц и Кутна, Тильзит и Таненберг. На севере в Померании выходит к Балтийскому морю и окружает восточно-прусскую цитадель Кёнигсберг. У Гудериана, отвечающего за Восточный фронт, для ликвидации глубоких прорывов противника нет резервов. И Гитлер вынужден распроститься с успехами на Западном фронте. Орденцкое наступление заканчивается отводом войск, а самые боеспособные немедленно перебрасываются на восток, где в конце января 1-й Белорусский фронт фактически открывает себе дорогу к Берлину, захватив Кюстринский плацдарм. Нож в сердце Германии. 27 января 1945 года части 1-го Украинского фронта освободили Освенцим. Нацистский лагерь смерти, расположенный близ одноименного польского городка. Это недалеко от Кракова. Немцы называли Освенцим на свой манер – Аушвицем. За время своего существования, а лагерь был создан в мае 1940 года, здесь нашли свою смерть более 4 миллионов человек, представлявших более 27 национальностей. Среди узников Освенцима были чехи, поляки, сербы, французы, голландцы, бельгийцы, граждане Советского Союза и многие другие. Здесь были убиты многие евреи и цыгане, привезенные из разных стран Европы. Здесь нашли свою могилу несколько сот тысяч несовершеннолетних детей. Не могу не упомянуть о еще одном ужасном обстоятельстве. В Освенциме нацистские изуверы ставили медицинские в кавычках опыты над живыми людьми, над узниками лагеря. Здесь были созданы несколько хирургических блоков и гистологическая лаборатория. К моменту освобождения Освенцима частями Красной Армии чудом остались в живых 2819 узников. Впоследствии некоторые из них на Нюрнбергском трибунале дали свои свидетельские показания. Эти показания потрясли весь мир. В январе 1945 года продолжалось успешное наступление английских войск в Бирме. После уличных боев в Афинах в течение всего декабря 1944 года коммунистические отряды были вытеснены из столицы Греции английскими войсками. 11 января подписано перемирие, но гражданская война в Греции на этом не закончилась. Авиация союзников в Северной Италии разрушила трансформаторные подстанции и германская армия вынуждена была перейти с электрической тяги на паровую. Немцы задействовали даже паровозы Первой мировой войны для преодоления проблем со снабжением. Превосходно работал советский тыл. Красная армия начала январское наступление имея 12 900 танков и самоходных орудий и 15 540 самолетов. Превосходцев в танках над вермахтом более чем в три раза, по самолетам в восемь раз. На строительстве газопровода Саратов-Москва начались подготовительные работы. Управление лагерей НКВД СССР развернуло три лагеря заключенных. Союзные войска после тяжелых испытаний в период орденского удара вермахта нуждались в пополнении и передышке. Западный фронт в конце января стабилизировался. Гитлер в очередной раз потребовал осуществить деблокирование Будапешта. Битва за венгерскую столицу в январе не утихала ни на один день. Чтобы разъединить немецкие войска в Будапеште, ставка поставила перед авиацией 2-го и 3-го украинских фронтов задачу разрушения мостов через Дунай. После массированных налетов все мосты были разрушены и Пешт перестал сообщаться с Будой. 18 января войска командира 18-го гвардейского стрелкового корпуса генерала Афонина благополучно завершили бои в восточной части Будапешта в так называемом Пеште, взяв почти 50 тысяч пленных. И кто бы мог подумать после такого успеха, что именно в эти дни судьба всего 3-го украинского фронта повисла на волоске. Одновременно с прекращением немецкого сопротивления в Пеште командование немецкой группы армии Юг во главе с генералом пехоты Отто Велером нанесло неожиданный удар из района восточнее Веспрема. Цель этого удара заключалась в том, чтобы прорваться между озерами Веленца и Болотон, выйти на Дунай, расколоть войска 3-го украинского фронта пополам, затем прорваться вдоль берега Дуная к Будапешту и уничтожить две советских армии 46-ю и 4-ю гвардейскую. Предназначаемый для этого удара отборный 4-й танковый корпус Гилли немцы привезли в район нанесения удара окружным путем через Германию, Чехию и Австрию, окончательно заморочив голову советской фронтовой разведки. Передвижение этого корпуса осталось практически незамеченным. Поэтому удар Велера, который ввел в бой 17-18 января 1945 года 560 танков сразу оказался полной неожиданностью для Толбухина. За двое суток Велер продвинулся на 55 километров. Ему действительно удалось расколоть 3-й украинский фронт пополам. В окружении оказались три советских корпуса 7-й механизированный, 18-й танковый и 133-й стрелковый. 22 января части 21-го советского стрелкового корпуса оставили чрезвычайно важный в стратегическом отношении венгерский город Секенвейхервар. А к 27 января 1945 года танкисты Виллера были всего в 20 километрах от окруженной группировки в Будапеште. Но здесь классическая проблема Восточного фронта всей Второй мировой войны. Немцам не хватило буквально одной-двух танковых дивизий, чтобы прорваться к Будапешту. Наступление просто захлебнулось. В период орденских боев авиация союзников вынуждена была переключиться на штурмовку наступающего противника, на борьбу с его танковыми колоннами. И германские города и заводы получили неожиданную передышку. В январе 1945 года в Германии наблюдался рост производства самолетов и танков по сравнению с ноябрем и декабрем 1944 года. Американская разведка получила сообщение об изготовлении более 600 реактивных мистер-шмиттов 262. Главнокомандующий американских ВВС генерал Арнольд 14 января констатировал «Мы обладаем преимуществом пять к одному против Германии. Однако, несмотря на все наши надежды, предчувствия, мечты и планы, мы так и не смогли реализовать их до сих пор в той степени, в которой надлежало бы это сделать, нам не удалось принудить Германию к капитуляции с помощью воздушных атак. Но, с другой стороны, с такими огромными ударными силами, мне кажется, нам следовало бы достичь большего, то есть больших результатов, чем мы добились сейчас». Союзное Воздушное Командование решило, что удары с воздуха должны быть усилены, и налеты, внушающие германскому населению страх и ужас, в ускоренном темпе продолжатся. У Люфтваффе в начале 45-го года кроме реактивных истребителей оставалось еще только одно преимущество – это боевой опыт многих выдающихся немецких летчиков-экспертов. Их мастерство позволяло в неравных боях поддерживать репутацию, но не более того. Немецкий летчик-истребитель Эрих Хартман родился в 1922 году. Войну начал на Восточном фронте осенью 1942 года. Предпочитал одиночную охоту в небе. Его девиз «Побеждает тот, кто первым увидел противника». Хартман безусловно один из лучших пилотов Второй мировой войны. Независимо от того, признаем ли мы внушительные цифры его послужного списка. 1400 боевых вылетов, 352 сбитых самолета, около 800 воздушных боев. Эрик Хартман и сам был неоднократно сбит на Восточном фронте, даже попадал ненадолго в советский плен, но бежал. Гитлер наградил Хартмана рыцарским крестом с дубовыми листьями, мечами и бриллиантами. После окончания войны попал в плен, советский трибунал приговорил Хартмана к 25 годам заключения за порчу социалистического имущества. Но в 1955 году, после визита канцлера Денавра в Москву, Хартман был отпущен на родину. После приближения Красной армии к польскому городу Кракову, из него поспешно бежал бывший гитлеровский наместник в Польше Ганс Франк. В бегах ему придется быть теперь до самого лета 1945 года. И вместе с ним путешествовала знаменитая дама Кисти Леонардо да Винчи, дама с горностаем, которую Франк конфисковал у польских владельцев и ни за что не хотел расставаться с прекрасной незнакомкой. Франка и даму с горностаем разлучил только Нюрнбергский процесс. КОНЕЦ